Всем привет! Я Рита Мурадова, это мой канал на YouTube, и сегодня мы поговорим о долгожданной теме об антитрендах в мужской моде. Потому что по непонятным причинам я постоянно рассказывала о том, что уже не модно у женщин и в женской моде, но мужчине затрагивало, и пора это исправлять. Поэтому, если эта тема вам интересна, продолжайте смотреть. Итак, давайте сразу же приступать, и перед тем, правда, как приступим, обязательно напишите, когда прослушиваете все эти темы и все то, что не модно на данный момент в мужской одежде, напишите, что вы считаете абсолютно недопустимым в мужской моде. Буду очень ждать ваших комментариев, а мы давайте сразу будем переходить к теме. И первое, что является антитрендом в мужской моде, это рубашка, которую мужчина надевает под очень тонкий джемпер, и видно, как она скомкана и неаккуратно легла под джемпером. Это не смотрится аккуратно, это не смотрится стильно, это не собирает образ. Более того, само сочетание рубашки и джемпера прекрасно. Рубашка и джемпер, джинсы, кеды или ботинки, все что угодно смотрится классно, но очень важно смотреть на сочетаемость материалов, если очень плотная рубашка. Типичная мужская рубашка мужского гардероба. Сочетается сверху с очень тонким, практически летним джемпером, который призван для того, чтобы носить его максимум поверх футболки, а чаще всего просто на голое тело. Это смотрится неаккуратно, потому что столь тонкий материал пропускает все скомканности, все какие-то несовершенства материала под ним, соответственно, материала рубашки. Поэтому очень важно выбирать рубашку, которая менее плотная, чем джемпер. Чаще всего самый безопасный вариант, и просто выбирать достаточно плотный, осенний классический джемпер. Если мужчина не знает, как его выбрать, очень просто прийти в магазин и просто попросить консультанта выбрать ему именно теплый осенний джемпер. И тогда вы не ошибетесь, рубашка будет лежать под этим джемпером идеально, не будет ощущения какой-то незавершенности, неаккуратности образа, который предыдущий вариант очень часто дает. И это достаточно распространенная ошибка среди мужчин. Не знаю почему, быть может, чаще всего мужчины по опыту ему не столько, не так много внимания уделяют деталям в образе. Они смотрят в целом. Вот им нравится или не нравится. Цветовая палитра им нравится или не нравится. Силуэт нравится или не нравится. Но детали настолько тщательные, насколько это могут посмотреть, например, женщины, или в нашем случае стилисты, на это они не обращают внимания, поэтому женщины. Если ваш мужчина надевает плотную рубашку под очень тонкий джемпер, это нормально. Сказать ему, что этого делать не нужно, и лучше выбрать более плотный джемпер или более тонкую рубашку. Следующий момент – это старый, потертый пояс, который мужчины просто обожают. Я вижу это абсолютно у всех мужчин. У них есть один такой пояс. Мужчины, если вы смотрите, подтвердите, пожалуйста. У них есть один такой пояс, уже потрескавшийся. Наверное, ему лет 20 или 15 точно. Затертые все абсолютно. Тысяча проколотых собственноручно дырочек, когда он худел, поправлялся. Но он носит этот пояс. И вот он надевает офигенные классные джинсы из темного такого синего денима. И вот прекрасную обувь, прекрасный лук. И все это подпоясывает ужасным старым поясом. Смотрится, естественно, все это неаккуратно. Я понимаю, что сложно избавиться от вещей, которую вы любите. Но нужно понимать, что в первую очередь предназначение вещей менее сентиментальное. Вещь должна хорошо на вас смотреться. Это основное ее предназначение. Поэтому, если у вас есть такой пояс, пожалуйста, отложите его для дачи. Для каких-то поездок, когда не важно, с чем вы что сочетаете. Но если вы выходите в свет, если вы ходите на работу, особенно если вы занимаете достаточно важную руководящую должность, это безумно, безумно важно, чтобы вы носили вещи в хорошем состоянии. Это может быть, не обязательно должна быть вещь, которую вы только вчера купили. Но если вещь износилась, носить ее нельзя. И это очень важно. Даже в обычной жизни. Даже если вы вышли со своей девушкой в кино. Этот пояс полностью портит ваш образ. Поэтому не надо. Следующий момент. Это мужчины, которые заправляют все в штаны. Вот что ты не наденешь. Это футболка, это рубашка, это джемпер, это свитер. Они все заправляют в штаны. У них нет такого, чтобы они взяли, легко так выправили или немножко просто заправили вещь. Они все плотно вот так вот затягивают под ремень. И не всегда это актуально. С определенными футболками, да. Например, с гольфами или с водолазками, безусловно. Но если мы говорим о супер свободной футболке, допустим, даже, ее заправлять не нужно. Если мы говорим о джемпере, особенно длиной до середины бедра, он предназначен для того, чтобы носить его поверх джинсов, но не вовнутрь. Поэтому очень важно определять, какую вещь вы заправляете. Например, заправлять, и всегда это будет безопасным вариантом, что можно заправлять? Можно заправлять гольф или водолазку. Можно заправлять какую-то тонкую футболку, которая призвана сидеть полностью по фигуре, на вас именно так она сидит. Все. Все остальное нужно смотреть, насколько оно аккуратно или неаккуратно заправлено. Если вы надеваете плотный джемпер или свитер, заправлять его, естественно, не нужно. Если вы надеваете свободную футболку, заправлять ее не нужно. И так мы поступаем абсолютно с каждым элементом топа, который вы надеваете. Поэтому заправлять это вот что-то, что смахивает, попахивает папой. Наши папы, наши дедушки все заправляли внутрь, чтобы все комфортно сидело, чтобы ничего не болталось. И вот так все носили, нашу маму в том числе. Но время немножко изменилось, и мода в том числе изменилась. Если она стала не только комфортной, и в принципе выправлять вещи, это не значит, что вам будет некомфортно, а еще и актуальной и современной, на данный момент нужно просто отличать, что вы заправляете, а что вы не заправляете. Переходим к следующему моменту, и это джинсы-будкат, которые никому не идут. Вот просто так, давайте скажем, если у вас есть в гардеробе, вы мужчина, и женщина, кстати, иногда тоже. Но если вы мужчина, и у вас есть в гардеробе джинсы-будкат, я могу вам со стопроцентной вероятностью сказать, что прямо сейчас вы должны подойти к гардеробу, взять эти джинсы, отложить и никогда больше не надевать, кроме, может быть, дачи какой-нибудь, или если вы в огороде работаете. В остальных случаях прямые джинсы, я не говорю про скини. И скини, между прочим, это тоже анти-тренд, особенно, особенно... Кстати, давайте сейчас поговорим про будкат, и я перейду к скини. Итак, будкат джинсы смотрятся очень старомодно, они практически ни с чем классно не смотрятся, в отличие от прямых джинс, которые сочетаются и с жакетами, и со свитерами, и с джемперами, и с футболками, с более формальным и с менее формальным внешним видом. Поэтому однозначно будкат сейчас не в моде, в ближайшее время в моду не войдут, они смотрятся не очень актуально, не очень хорошо, не подчеркивают вашу внешность, и, в принципе, визуально добавляют вам десяток лет, так точно. Поэтому очень советую, если вас заботит этот вопрос, отложить джинсы будкат. А теперь давайте перейдем к джинсам скини. Я не знаю, кто из девушек не видел джинсы скини, которые надел мускулистый парень, который явно идет, например, из качалки, и они очень плотненько, как сосисочку, обтянули его ноги. И это не смотрится хорошо. Это смотрится очень странно, потому что по факту нога вверху и объем бедра, вверху достаточно большой и очень узенькая щиколотка. И эти джинсы скини еще больше это подчеркивают. Поэтому джинсы скини можно носить, но такие джинсы лучше всего носить суперхудосочным парням, которых фактически нога приблизительно одинаково в объеме, что вверху бедра, что у щиколотки. И тогда это смотрится более-менее актуально. Хотя я, в принципе, все равно ратую за прямые джинсы. Но джинсы скини на парнях более объемных или на парнях очень подкачанных смотрятся нехорошо, нестильно, неаккуратно, ничего классно не подчеркивают. Поэтому действительно очень советую от джинсов скини таким парням избавиться. Следующий момент это обувь очень такого спортивного, знаете, практически горного типа, как вот человек пошел в поход и такую обувь надевает а-ля бренд No Face, который куртки делает. И обувь такого же формата, которую однозначно надевают люди, которые скалолазанным занимаются. Так вот, очень многие мужчины решают в пользу этой обуви в более прохладный период, вместо того, чтобы найти классные, крутые, допустим, кожаные или кожзам ботинки на меху просто, то есть более теплые. Они выбирают вот такие горные, горлолыжные какие-то, огромные, совершенно нестильные в городском формате ботинки, которые классно ни с чем не смотрятся. Более того, естественно, не смотрятся классно с каким-то костюмом, с которым я видела, что мужчины надевают эти ботинки. Да и даже с обычными джинсами или даже, не знаю, с свитером это не смотрится классно. Поэтому есть огромное количество других вариантов, которые на зиму и на более прохладный период, и прекрасно, конечно, нужно надеваться тепло. Вам подойдут даже тимберленды, но не вариант походный, а классические тимберленды будут смотреться классно. Даже доктор Мартинс будет смотреться классно, но не такие ботинки. Следующий момент это мужчины, у которых нет, допустим, работы, которая обязывает их с собой носить ноутбук, или даже, быть может, она обязывает. Или если этой работы даже нет, и они носят либо барсетку, либо такой классический старый чемоданчик, портфель, знаете, такой, который депутаты носят на работу. Ведь есть еще огромное количество классных вариантов сумок для мужчин. Я понимаю, что сумка для мужчин это вообще очень контрревесильный вопрос. Либо рюкзак, либо вообще непонятно что. Но есть огромное количество вариантов. Есть очень крутые сумки через плечо, есть сумки на плечо, и причем достаточно объемные, которые будут вмещать абсолютно все, что вам нужно. И причем мужчины, я знаю, что вы носите намного меньше вещей, чем женщины в своей сумке, поэтому для вас она точно подойдет. Но нет, почему-то мужчины выбирают какие-то непонятные кошельки-барсетки, какие-то непонятные вот эти депутатские чемоданчики, которые ни с чем классно не смотрятся. И смотрится так, будто вы их достали из шкафа, не знаю, своего отца или девушки. Поэтому очень советую на данный момент перестать их носить в ближайшее время, если вы, конечно, депутат, с чем я вас поздравляю. Если вы не депутат, мы их не носим. Следующий момент это галстук. И до сих пор это есть, и меня до сих пор это удивляет. Когда мужчины носят, знаете, футболочку, жакетик, и вроде бы все было классно, и тут он надевает на голую шею галстук. Так делали в 90-х годах, потом еще в 2000-х. В ближайшее время так носить точно не нужно поесть. Поэтому если вы до сих пор надеваете галстук, если вы еще знаете, какой-то достаточно часто можно увидеть, какой-то комичный а-ля типа с Дональдом Даком, или какой-то мультяшный здесь, или с какими-то принтами, просто перестаньте. И последний антитренд на сегодня, и причем не последний в значении, потому что вижу его достаточно часто, очень важно о нем упомянуть, это, представьте, вот в смысле, вы уже можете представить, во многих городах наступила зима, представьте, наступила зима, наступила прохладная осень. И, естественно, становится перед вообще мужчиной выбор верхней одежды. И вместо того, чтобы надеть, например, тренч, или надеть классное пальто, двубортное, однобортное, как угодно, знаете, что мужчина надевает? Такую спортивную, опять же, походную куртку какой-нибудь North Face. Такая, которую реально можно надеть, чтобы ехать в путешествие в Антарктиду. Но нет, человек ее надевает в обычную жизнь, и я видела, как люди надевают эту куртку, и этот вид верхней суперспортивной, суперспецифической одежды на костюмы. И это смотрится совершенно не классно. Представьте, мужчина в классном офигенном темно-синем костюме, с кожаными ботинками, с классной сумкой и с вот этой курткой. Что это такое? Откуда это взялось? Я знаю, что мужчины до сих пор очень многие боятся пальто, боятся тренчи. Боже мой, тренчи это вообще очень спорная тема, потому что, когда с мужчиной заходишь, он смотрит на тренч, у него первая мысль, что это однозначно женский элемент верхней одежды, что супер неправда, потому что это универсальный элемент верхней одежды. И на мужчинах пальто, и тренчи смотрится просто вкусно, офигенно. Они придают такого лоска даже совершенно обычному образу. Представьте, мужчина даже в джинсах, в джемпере, в кедах. И тренчи это уже по-другому совершенно смотрится. Посмотрите на ребят из Италии, посмотрите на ребят из Франции, конкретно из Парижа. Как они носят верхнюю одежду. Но никто из парижан, из мужчин не подумает в основном, там, из коренных, да, надеть спортивную куртку поверх более классической одежды. Поэтому и вам этого не советую делать. И действительно понятно, что все, что я сегодня говорила, это очень образно. Если вы что-то хотите, вообще не слушайте меня. Кто я для вас? Я человек по ту сторону экрана, который что-то вам рассказывает. Очень важненько. Поэтому, безусловно, если вы хотите, если вам нравится, окружающим нравится. Вам нравится, что окружающим нравится, носите. Но если вы чувствуете ход долю сомнений, если вы девушка, это мужчина, который, допустим, попросил у вас советы, или вы чувствуете, что вы хотели бы ему как-то помочь улучшить его внешний вид в плане стиля, то послушайте, пожалуйста, внимательно то, что я сегодня рассказывала, потому что это и действительно имеет место быть. И я специально сегодня включила альтернативы того, что можно, чем можно заменить то, что является антитрендом. Напишите, пожалуйста, девушке и мужчине в комментариях внизу, что вы считаете мужским антитрендом. Что уже давно не актуально, а мужчины до сих пор продолжают это носить. Быть может, это знакомые вам мужчины, может, ваш мужчина, может быть, знакомые, там, не знаю, папа вашей сестры, папа вашей подруги. Или, быть может, просто вот на улицах вы часто видите мужчин, которые это носят, и вы такие, перестань. Вот, и давайте делиться друг с другом, давайте улучшать внешний вид друг друга, и в том числе наших мужчин, которым модная индустрия, к сожалению, не посвящает так много внимания, как женщинам. На сегодня это все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Не обижайтесь, и хорошего вам, классного, крутого, вдохновенного, легкого вашего дня.